Мир испытывает странное очарование Чарльзом Мэнсоном с тех пор, как сущность его семьи стала достоянием общественности после череды ужасных убийств, все из которых были совершены не им лично, а по его приказу. В этом видео вы узнаете ранее неизвестные факты о Чарльзе Мэнсоне. Человеческая природа провоцирует нас желать узнать, почему что-то произошло, особенно когда это что-то настолько ужасное. В течение многих лет люди искали объяснения в ранних катах жизни человека, в свидетельстве о рождении которого он был указан как безымянный Мэддокс, сын 16-летней девушки, которая отказалась назвать его отца. Согласно Los Angeles Times, мать Чарльза Мэнсона, Кэтлин, рассказывала историю о том, что она оставляла его с родственниками на несколько недель, а также была пьяницей и воровкой, которая провела 5 лет в тюрьме штата. Когда она вышла на свободу, то путешествовала с Мэнсоном по стране вместе с несколькими мужчинами, которых он называет своими дядями, пока Чарльз не оказался в череде исправительных школ, где, как он утверждал, подвергся немыслимому насилию. Это общепринятая версия, но когда Джефф Гуинн получил доступ к семейным документам и членам семьи для написания своей книги Жизнь Чарльза Мэнсона, он сказал, что нашел кое-что еще. Он сообщил, что многие истории, в том числе рассказ Мэнсона о попытках его матери продать его за кувшин пива, были по большей части ложью. Гуинн говорит, что мать Мэнсона беззаветно любила его и пыталась удержать в школе. Вы, наверное, уже знаете, что Хелтер-Скелтер, Кавардак, было написано кровью на холодильнике Ла Бьянке, пускай с ошибкой, и, вероятно, слышали об одержимости Чарльза Мэнсона, Битлз. Вся история очень сложна, и Rolling Stone говорит, что Мэнсон был одержим не только Хелтер-Скелтер, но и всем белым альбомом. Мэнсон считал, что альбом был одой грядущей расовой войне, которая разрушит страну с эпичным размахом. Во время судебного разбирательства Мэнсон и его последователи утверждали, что они расшифровали белый альбом с помощью Книги Откровений, и это было особенно важно, потому что подобная теория появилась после Magical Mystery Tour, который, как считал Мэнсон, задокументировал его собственное хиппи-путешествие. Мэнсон придавал большинству песен апокалиптическое значение. Рокки-ракун была явным расовым оскорблением, Блэкбёрд – борьбой против истемблишмента и призывом к революции, а Пиггиз – насмешкой над государственными организациями. Если вы плохо знакомы с белым альбомом, то есть две другие песни, которые не требуют особых объяснений – Revolution One и Revolution Nine. Каждый из членов Битлз выразил свой ужас по отношению к интерпретации Мэнсоном их альбома, и Джордж Харрисон даже осудил его за подобные извращения изначального смысла песен. Однако лучше всего свое отношение выразил Джон Леннон, просто сказав, что он чокнутый. Чарльз Мэнсон проповедовал, что кавардак, Хелтер-Скелтер скоро наступит, и когда он говорил это, то имел в виду буквальный смысл этого слова. Он и его последователи считали, что Хелтер-Скелтер – это название расовой войны, которая разорвет страну на части. Майами Хэральд утверждает, что, по мнению Мэнсона, белые люди будут сражаться на двух фронтах – друг против друга и против чернокожих. Этот раскол станет решающим фактором, и Мэнсон проповедовал, что только он и его последователи будут в безопасности во время революции. Им суждено было отступить в Долину Смерти и жить в подземном поселении, пока его не разыскали бы победители в этой войне. По словам Мэнсона, ими станут чернокожие люди, которым нужно будет найти нового правителя. Вы, наверное, уже догадались, кто, по его мнению, им будет. Он и его семья должны были стать новыми лидерами в послевоенном мире, и это скоро должно было произойти. Он думал, что Битлз были предвестниками конца света, а это означало, что для его соратников пришло время найти место, где он и его избранные последователи смогут переждать войну. Но война не началась, и он решил немного ускорить её наступление, отправив своих последователей с целью начать серию убийств. Почему Чарльз Мэнсон вообще подумал, что события будущего будут развиваться именно так? Всё это уходило корнями в его интерпретацию книги Откровения. Если вы не знакомы с 9 главой Откровения, то эта часть Библии, описывающая, как развернется Гиена Огненная, и появится Огонь и Сера, всадники Апокалипсиса, и начнется проявление Апподона, Ангела Бездны. Это тяжелое описание для восприятия вне зависимости от того, верующий вы или нет. Мэнсон верил, что он был пятым ангелом, который держал в руках ключ от бездны, и что он использует его, чтобы в буквальном смысле впустить ад в этот мир. Мэнсон интерпретировал весь раздел Библии, чтобы отразить мир по своему усмотрению, и, конечно же, он видел себя в его центре. Саранча, которая, согласно предсказанию, захлестнет землю, это Битлз. Огонь и Сера были их музыкой. Так называемые армии всадников были мотоциклетными бандами, а сама бездна находилась в Долине Смерти. Все, что ему оставалось, это открыть бездну и вызвать конец света. Любой, кого бы просили составить список самых безобидных групп в истории музыки, почти наверняка включил бы в него Beach Boys. Но, как ни странно, они связаны не только с серфингом, песком и какома, но и с Чарльзом Мэнсоном. В частности, это барабанщик Денис Уилсон, который поддерживал связь с Мэнсоном, и это началось, когда, согласно Washington Post, Уилсон подобрал несколько автостопщиков. Они были частью семьи Мэнсона, и знакомство с ними привело к тому, что Уилсон присоединился к семье, чтобы насладиться девушками и ещё большим количеством наркотиков. Мэнсон даже научил его немного играть на гитаре. Уилсон уже был на пике славы, и клан Мэнсона присоединился к нему до тех пор, пока венерическое заболевание не сделало оргии менее увлекательными, и Уилсон, судя по всему, выложил крупную сумму, чтобы привести своё здоровье в порядок. Уилсон совершил ошибку, предложив помочь Мэнсону в его мечте стать серьёзным музыкантом, но неудивительно, что Мэнсон неправильно воспринял критику, которая последовала за записью его музыки, и их пути разошлись. Однако Чарльз Мэнсон настаивал, что его отношения с Beach Boys значительно серьёзнее. Он утверждал, что Денис Уилсон взял одну из его песен, превратил её в трек Never Learn Not To Love, и даже не признал его авторство. Мэнсон повторил свои претензии в документальном фильме как правда и ложь семья Мэнсона, и добавил, что в то время он был настолько безумно зол на музыканта, что даже оставил пулю на кровати Уилсона. Однако не было никакого насилия, поскольку Мэнсон надеялся, что Уилсон познакомит его с продюсером Терри Мелчером. Это была надежда, которая в конечном итоге приведет к убийству. И это был не единственный раз, когда Мэнсон заявлял, что Beach Boys украли его музыку. Rolling Stone говорит, что Мэнсон также поклялся, что изначально написал In My Room как In My Cell, но это утверждение было абсолютно беспочвенно. Любой манипулятивный убийца добивается определенной известности, но одна из причин, по которой имя Чарльза Мэнсона до сих пор пользуется большой популярностью, – это одна из его жертв, Шерон Тейт. Жена Романа Полански и многообещающая актриса в конце концов встретила свой ужасный конец, потому что убийцы ошиблись домом. После встречи с Деннисом Уилсоном и обещанием встретиться с продюсером Терри Мелчером, Мэнсон продолжал надеяться, что его музыкальная карьера пойдет вверх. Когда этого не произошло, BBC сообщает, что Мэнсон нацелился Мэнсона Мелчера и послал своих верных последователей убить всех, кого они найдут в доме продюсера. Однако семья Мелчера уже переехала из этого дома, а Полански занял это место вместе со своей женой. Полански был в Европе, когда четыре члена семьи Мэнсона ворвались в дом и начали убивать. Тейт, которая должна была родить через несколько дней, погибла вместе с друзьями Джеймс Эрбингом, Войетсом Фриковски и Эбигейл Фолджер. Было очевидно, что Чарльз Мэнсон не будет вести себя как ангел за решеткой, но по данным Лос-Анджелес-Таймс, к началу 2017 года он совершил около ста нарушений правил заключения. Что именно это значит? Нарушения включали странные перепады настроения, обливание горячим кофе тюремного персонала, драки, попытки устроить затопления и пожары. Его несколько раз ловили с наркотиками, незаконными сотовыми телефонами, оружием, в том числе ножовкой, и каталогами, которые заставили сотрудников поверить в то, что он пытался заказать воздушные шары как часть совершенно безумного плана побега. Неуважение к правоохранительным органам началось в суде, когда он встал, принял позу Христа на кресте и отказался сесть. Кроме того, Чарльз Мэнсон ввел термин ATWA. Он символизировал воздух, деревья, воду, животных, и был в основе образа, который он использовал, чтобы заманить некоторых из хиппи под свое крыло даже в 21 веке. Ни для кого не секрет, что у Мэнсона были странные отношения с женщинами. Афтон Бёртон по прозвищу Звезда, имя которой дал ей Мэнсон, называла себя Женой Мэнсона и утверждала, что всё, связанное с Хелтер Скелтер, убийствами и расовой войной, было абсолютной чепухой. Вместо этого её Мэнсон был крестоносцем за сохранение всего, что существовало на планете – тот самый ATWA. Она сказала CNN, «Чарли никогда не верил в то, что называется Хелтер Скелтер. Он никогда не думал об этом. Это смешно. Это безумие. Единственное, что он пытался заставить людей делать, это сажать деревья и очищать землю. Он искренне заботился об этом. Он добр ко всем. Я никогда не видела, чтобы он пытался манипулировать с кем-либо. Я никогда не видела ничего подобного» – В какой-то момент я получила половину мозга, в которой я могу видеть, что он – он. Она была не единственной, кто последовал за ним из-за веры ATWA. CNN сообщили, что Мэнсон продолжал приобретать последователей, таких как Бёртон, которые стекались к его идее ATWA в течение многих лет после того, как его осудили, признали виновным и заключили в тюрьму. Пройдут десятилетия, прежде чем фигура Чарльза Мэнсона перестанет быть больше, чем она есть. Когда Эрик Хедагаард брал у него интервью для Rolling Stone, он также говорил с Бёртоном о том, каким на самом деле был Мэнсон – за гранью безумства. Бёртон сказала, что четыре раза в год ей разрешалось отправлять Мэнсону посылку. И что надеялся найти в них Мэнсон, когда открывал этот пакет? Его желания были довольно приземленными. Он любил подсолнечные тыквенные семечки, жареный арахис, смесь овощного супа, крекеры, леденцы от кашля, чай и протеиновые батончики, а также носки, майки и шорты. Ещё она добавляла гитарные струны, потому что игра на гитаре оставалась одним из его любимых увлечений. Мания величия Чарльза Мэнсона не ограничивалась утверждениями, что он собирается возглавить новый мировой порядок. Он также убедил своих последователей, что он – Иисус. Все, что ему нужно было сделать, это намекнуть на возможность подобного, а его последователи сделали все остальное, когда возвысили его до положения, близкого к божественности. Они полностью поверили в это. В 1977 году член семьи Мэйсона Лесли Ван Хаутен заявила через CBS News, «Я думаю, что в какой-то момент я действительно поверила, что он – Иисус Христос» Мэнсон намекнул, что не только верит в это, но и верит во всё, что с этим связано. Согласно Independent, Мэнсон отказался от брака с Афтон Бёртон в 2015 году после того, как выяснилось, что она хотела выйти за него замуж только для того, чтобы выставить его тело на всеобщее обозрение после его смерти. Очевидно, он не считал, что это круто. К тому же он полностью верил в своё бессмертие. Но особо долго верить он в это не смог. – Нотоверный убийца Чарльза Мэнсон умерла в последний новенький, после службы около 50 лет в Калифорниевом prison. На первый взгляд, безумный террор Чарльза Мэнсона принес мало пользы. Но Washington Post утверждает, что есть и положительная сторона, и за это можно поблагодарить мать и сестёр Шерон Тейт. После ужасной смерти Тейт её мать Дорис Тейт появилась на слушании дела об условно-досрочном освобождении члена семьи Мэйсона Чарльза Уотсона и произнесла речь. Её слова стали первым заявлением потерпевшего в штате. Семья Тейт неустанно выступала за то, что впоследствии стала Биллем о правах жертв в Калифорнии, и в конечном итоге привело к тому, что все штаты приняли законы, позволяющие жертвам высказываться во время судебных процессов и слушаний по условно-досрочному освобождению. Позже сестры Тейт, Патти и Дебра, выступили в своеобразный крестовый поход, чтобы бороться за права жертв и удержать Мэнсона и его семью за решеткой. И это оказало огромное влияние. Мэнсон хотел вызвать расовую войну и привести человечество в новую эру, но его действия позволили скорбящей семье проложить путь для бесчисленных жертв, чтобы их голоса были услышаны во всей системе правосудия. И об этом стоит помнить. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики на самые интересные темы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!